Здравствуйте дорогие друзья, прямой эфир у нас 6 5 10 9 9 и 6, звоните, задавайте вопросы, тема сегодняшней передачи очень интересная, у нас сегодня в гостях человек из Саксабанка, который нам сегодня сможет рассказать, что это такое, с чем это едят, какие проблемы, почему вам идти или не идти в эту фирму, у нас в гостях Игорь Домброван, управляющий директор Саксабанка, правильно? Да, все правильно, добрый день, очень интересно, кстати было слушать, может быть для вас это привычно, мне немного резонул слух, что детям от 16 лет А вы знаете, это просто сейчас на радио, чтобы не говорить никакие слова, на самом деле, поэтому и задаются такие параметры, где, например, вдруг, не дай бог, кто-то что-то не то сказал, и чтобы не было никаких проблем Игорь, ну, можно, ты абсолютно, мы с вами как бы с одного города Да, с одного города, примерно одного возраста Не примерно одного возраста, да, одинаково, по 42 года Чудеса Да, поэтому вопрос номер один Саксабанк, кто это и что это? Саксабанк, это брокерская компания, во-первых, то есть наш бизнес, это строго предоставление брокерских услуг Мы с этого начинали, мы, собственно, этим продолжаем заниматься, несмотря на то, что мы получили полную банковскую лицензию более 10 лет назад Какая юрисдикция официальная? Дания Саксабанк, да, Саксабанк Дания, главный офис находится в Хелеруп, это пригород Копенгагена Вот, и юрисдикция, юрисдикция датская Вот, но несмотря на то, что мы являемся полноценным банком, мы продолжаем заниматься тем, чем занимались всегда Это то, что мы знаем, умеем, любим и, я считаю, делаем хорошо, это брокерские услуги Вот, то есть Что, какие рынки вы предлагаете? Да, практически все, что есть на рынке То есть, через нас можно торговать акции на 30 мировых биржах, через нас можно торговать облигации, через нас можно торговать фьючерсы, фонды, ETF-ы, через нас можно торговать валюты, Forex, через нас можно торговать опционы, опционы как опционы на валюту, так есть и биржевые опционы То есть имеется в виду не просто инструменты, то есть не имеется в виду не CFD-шный контракт, а именно конкретно акции, конкретно опционы, имеется в виду конкретные заявки, которые выводятся на биржу. Есть и то и другое. Дело в том, что это разные продукты для разной аудитории. Если ваша цель это долгосрочные инвестиции, вам лучше купить напрямую акции. И мы это тоже предлагаем. Если ваша цель краткосрочные спекуляции, вам CFD удобнее. И это мы тоже предлагаем. Есть то и есть это, вы выбирайте то, что вам нужно. Так все-таки, если образно подчеркнуть, каждая компания, например, Финам, БКС, Открытие, Рафайзен, у каждого своя ниша. Финам своя ниша, Открытие своя ниша. Они, например, берут другими вещами, которыми не берет Финам. У БКС третья ниша, у Рафайзена совсем другая. Джейпи Морган здесь или Сити, они другие. Ваша именно профессиональная креда? Наша профессиональная креда это предоставить частному инвестору, который самостоятельно управляет своими инвестициями, максимально удобную платформу, максимально удобный сервис, максимальный выбор инструментов. И все это с одного счета и из одной платформы. Это наше кредо на всех рынках, на которых мы работаем. Начинались мы, понятное дело, это скандинавский рынок, потом дальше пошла это северная Европа, потом дальше пошло распространение в Европу, в южную, в восточную Европу. Сейчас Саксабанк, можно даже сказать такой каламбур, может быть немного по-одесски. Саксабанк это не только Саксабанк. То есть в нашу группу входит Саксабонг, это французский банк, который существует как отдельный... Саксабонг, это отдельное юридическое лицо, но который предлагает те же услуги на французском рынке. У нас есть отдельное юридическое лицо, отдельный банк в Швейцарии, у нас есть отдельный банк в Сингапуре, есть отдельный брокер в Турции, есть отдельный брокер в Австралии. Вы пошли немножко по другому пути размножения, вы пошли приблизительно, вот как есть компания Interactor Brokers. Они идут, или вы идете тем же путем, что они идут, они приблизительно одного возраста захода на рынок, и вы, и они, это начало 2000-х годов. То есть они до этого были там неизвестными, они как раз идут так же, они идут на площадки, покупают членство на бирже, и так же вы, вы идете приблизительно таким путем. Да, вы заходите и во Францию говорите, мы вам дадим доступ, например, на французской бирже через нас. Ну не совсем так, на самом-то деле не совсем так. Во-первых, начали мы немного раньше, то есть история Сексабанка начинается с 92-го года, вот, а во-вторых, и подход сейчас немножко другой. Это не то, что мы приходим во Францию и таким образом открываем доступ на французскую биржу. Понятно, там люди уже торгуют. Да, там люди уже торгуют. Это то, что мы там открываем отдельное юридическое лицо, или в других странах там где-то в этом нет необходимости. Мы открываем представительский офис, и таким образом мы становимся ближе к нашему клиенту, расположенному, проживающему в этой стране. А по сути услуги, услуги наши клиенты, находящиеся в России, наши клиенты, находящиеся во Франции и в Сингапуре, они получают те же самые услуги. И платформа у нас одна. Сколько на сегодняшний день всего физических и юридических лиц, как клиентов? И насколько разбивка идет количества физлиц и юрлиц у вас? Ну, здесь точные цифры не могу назвать. Это где-то, ну, это тысячи клиентов по всему миру. Ну, я думаю, что не тысячи. Да, может быть, чуть больше десятка тысяч, ну, где-то так вот. То есть эти цифры я не могу точно назвать. Разбивка такая, что ведь на самом-то деле это не самые главные классы клиентов, которые вы назвали. Частные лица и юридические лица. Есть гораздо более обширная категория, которая может быть не столько актуальна для России, сколько актуальна для других регионов, и особенно для Европы. Это финансовые компании, наши партнеры. Это те финансовые организации, банки, которые хотят оказывать подобного рода услуги своим клиентам, но... Не хотят тратиться. Но не хотят тратиться и развивать свою платформу. Им выгоднее работать через вас. Таким образом, они подключаются через нас к биржам, к источнику ликвидности и оказывают эти услуги через нас. Происходит разделение комиссий. Таким образом, любой банк или любая организация, которая решила начать оказывать такие услуги, такого рода услуги своим клиентам, буквально 2-3 месяца и проект запущен. В случае, если бизнес не идет, буквально месяц и выход из проекта. Закрывается. Да. Почти zero cost для того, чтобы начать. Буквально нужно 2-3 специалиста и пару серверов. Ну и, соответственно, близких к zero cost для того, чтобы из этого дела выйти, если не идет. В дальнейшем, если видят, что бизнес идет, и в этом есть резон, можно заняться развитием своей платформы, соответственно, набравшись опыта, уже работая с нами. Вопрос такого характера, например, российская юрисдикция, допустим, в которой вы работаете. Что для вас Россия? То есть клиенты, которые здесь находятся, это, например, какие сделки они больше всего совершают? Например, сделки с ценными бумагами или больше это все-таки банковские продукты, депозиты и все остальное? Ну, если говорить про Россию, во-первых, мы здесь существуем только в виде представительства. То есть по-прежнему, когда клиент открывает счет, он открывает счет в Дании. И, соответственно, его отношения и все остальное регулируется. То есть даже человек, который открывает, например, счет на Форексе, открывает счет в Дании? Все наши клиенты открывают счет в Дании. Здесь просто, например, как представительство какой-то большой компании, да, у вас есть офис, вы имеете определенные полномочия и вы помогаете человеку оказывать услуги. Наша функция здесь, это чисто консультационная и представительская. Объяснить ему, рассказать, показать, научить пользоваться платформой и ответить на вопросы, которые однозначно возникнут. Вот, собственно, все. Все. Далее открывается счет в Дании и он получает доступ ко всем продуктам. Опять же, мы на этом не зацикливаемся, потому что сейчас такой интересный период времени, когда люди стали бояться открывать счета в Европе. Несмотря на то, что Дания... У меня будет в начале следующей 12 минутки как раз вопрос у меня назрел по поводу высказывания вашего генерального директора Лэри Кристенсена, да. Там интересное высказывание, на самом деле, было после того, как с Кипром произошла эта катавасия. Ну, как произошла? Она, в принципе, еще не... Она еще не... И не закончилась, и не закончится так быстро. И все волны мы еще только должны увидеть. Да, и проблема в том, что даже то, что они говорили с короткими счетами, там до 100 тысяч долларов, что это типа все разберутся, это очень долгое разбирательство будет. Они уже там сказали, что им нужно энное количество месяцев, там до 6 месяцев, чтобы просто вообще прийти в какое-то полусознание, даже не в сознание. Ну, тогда отложим это. А до этого вопрос был о том, значит, как открываются счета, в какой юрисдикции. Значит, юрисдикция однозначно, Даня, если только клиент не хочет открыть счет другой юрисдикции. Опять же, как я говорил, он может открыть счет в швейцарском саксобанке, может быть, открыть счет в сингапурском саксобанке и так далее. Например, если он открывает в швейцарском саксобанке, получается, что у него все возможности, как и у швейцарского банка. Конечно. То есть, по сути дела, это банковский-брокерский счет? Или сначала идет банковский счет, правильно? Есть ли различия между брокерским и банковским счетом? Банковские счета мы просто не открываем. Это было самое первое, что я сказал. Это самый главный наш принцип, которого мы сейчас придерживаемся. Мы открываем только брокерские счета. Дорогие друзья, у нас в гостях Игорь Домброван, управляющий директор компании Саксабанк. После новостей мы вернемся. Звоните, задавайте нам вопросы. У нас прямой эфир. Еще раз добрый день. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас прямой эфир. И у нас в гостях Игорь Домброван, управляющий директор компании Саксабанк. Игорь, еще раз здравствуйте. Добрый день еще раз. Почему вы не открываете банковские счета? Опять же, мы брокерская компания. Вы же позиционируете себя как банк тоже, Саксабанк? Мы называемся Саксабанк, потому что у нас есть банковская лицензия. Мы получили полную банковскую лицензию. И, соответственно, можем, в принципе, оказывать и банковские услуги. Но, во-первых, у нас нет в этом никакой экспертизы. Во-вторых, на данный момент выход на этот рынок, он довольно, скажем так, необоснован. Но брокерский бизнес на самом деле сейчас тоже не переживает самые лучшие времена. Позволю себе не согласиться. Да, в прошлом году были определенные трудности. Здесь вопрос абсолютно в другом. Вы можете как бы согласиться или не согласиться. Проблема в другом, что объемы упали, например, на 30-50 процентов. Оно не может не отложиться на участниках рынка. Просто не может. Если на всем рынке, например, там торгуется, к примеру, миллион контрактов, к примеру, и в день вдруг начинает торговаться 500 тысяч. Объем, естественно, уходит. Это уже страдают все. Наши объемы растут. Наши объемы растут. И, соответственно, здесь мы себя чувствуем совершенно уверенно. Да, в прошлом году было снижение торговой активности где-то в начале осени. Но уже где-то с начала декабря мы, и вот по сегодняшний день, мы видим, что объемы растут больше и больше и больше. Тогда идет другой вопрос. Почему людям идти к вам и почему они идут к вам? Это вот очень хороший вопрос. Почему нас выбирает? Будем говорить про российский рынок. Мы за российские рынки говорим пока. Мы говорим про российский рынок, и российский клиент выбирает нас на самом-то деле по нескольким очень простым причинам. Первая причина – это та законодательная среда, в которой мы существуем. Это тот факт, что мы регулируемся как датский банк. Как иностранцы, да. Как иностранцы. Соответственно, для клиентов, и не только для российских, для всех остальных, это обозначает более высокий уровень прозрачности, это обозначает более высокий уровень доверия. И это два главных пункта – прозрачность, которая вызывает доверие. И второе – это одна из самых сильных сторон, это уровень русскоязычного сервиса. Особенно это касается премиум клиентов, которые получают персонального менеджера, который отвечает на все их вопросы. Это все на русском языке, опытные трейдеры. Ну и может быть третье добавить, что, конечно, далеко не маловажный фактор – это тот уровень ликвидности, который мы предлагаем. Допустим, если мы говорим про Форекс, то сделки по основным валютам, объемом до 25 миллионов долларов, они котируются в автоматическом режиме. Да, но тогда идет отсюда другое расширение, например, о чем мы с тобой говорили, что очень часто, например, бытует мнение, что люди жалуются из-за того, что там шипы появляются на графиках, или котировки не те, или что-то не то. По-любому, любой мини-контракт получается, что он котируется брокером. Если мы говорим про Форекс, то понятное дело, что эти контракты котируются брокером. Естественно. О том, чтобы люди жаловались на шипы, или на, как там, на некоторых форумах говорят о выносе стопов и чем-то таком, странное дело, но это в основном демщики, которые пробуют что-то. Может быть, они не до конца понимают, в чем проблема, и как-то выплескивают все это на форумы, а потом остальные все это дело читают и делают какие-то выводы от клиентов, жалоб нет. То, что ты говоришь, например, и то, что у вас растут объемы, в принципе, показывает, что мне абсолютно никакой выгоды нет рекламировать вас или антирекламировать. Я за это деньги не получаю, поэтому я хочу просто, чтобы мы сегодня поговорили, и люди сделали там свои выводы, посмотрели. Например, счет у вас, человек не может открыть, например, счет на маленькую сумму, насколько я знаю. Да, это мы сделали сознательно, сейчас у нас ограничение минимум 10 тысяч долларов для открытия суммы, и мое личное мнение, которое, может быть, пока их не совпадает с мнением компании, это нужно эту сумму повышать. То есть вы не хотите по-простому как раз мелочиться, если в основном обычно и жалуются, то жалуются в основном мелкие клиенты, у которых там мелкие суммы денег, как правило. И дело даже не в этом. Дело в том, что если клиент заходит с 500 долларами, с 1000 долларов, то для того, чтобы сделать хоть какие-то значимые более-менее деньги, ему приходится брать какое-то дикое плечо, ему приходится рисковать. Его выносят. Его просто выносят, и он уходит из рынка и перестает быть нашим клиентом. И все плохие. Это часть проблемы. Часть проблемы, да, все плохие. Другая часть проблемы, дело в том, что открывая счет у нас, несмотря на то, что мы оказываем только брокерские услуги, due diligence проходит по требованиям для банков. И для нас недешево открыт для него счет. Там целый отдел контрактов сидит, который проверяет все, что необходимо в полном соответствии с требованиями датского FSA. И, в общем-то, этот процесс открытия счета – это не такое простое мероприятие, которое происходит за 5 секунд у какого-то офшорного брокера. То есть для нас это, для нас это как бы косты, которые ложатся на нас. Ну, да. Вот, поэтому мы нацелены на сегмент серьезных инвесторов и серьезных трейдеров, которые понимают, что они делают, которые знают инструменты, которые знакомы с рынками. И, соответственно, которые, ну, с ними просто проще работать. Хорошо, вот давай возьмем Форекс-брокеров. Да, возьмем там тех, которых я знаю там от себя. Там Альпари, Форекс-клуб и Саксабанк. Почему трейдер выбирает вас, если мы возьмем одну и ту же сумму захода? Заход в Альпари, заход в Форекс-клуб и заход к вам в Саксабанк. Каждый за 10 тысяч долларов. Почему вы, например, лучше, чем другие? Если трейдеру нужен только Форекс, нужна, допустим, только 2-3 мейджора, и при этом он найдет брокера, который находится, который предложит ему более низкую цену, и находится в такой же юрисдикции, прозрачной, понятной, может быть, ему и следует выбрать действительно более дешевого брокера. То есть вы имеете в виду, что человек не переживает за сохранность денег первое? Это первое, да. То есть первое – это сохранность денег и… Выводы и все остальное. Прозрачность и доверие, да. Второе, наверное, это если ему нужно что-то кроме Форекса, то вряд ли он это сможет получить у других брокеров. Но есть, есть как бы Форексные брокеры, которые дают мини-контракты, золото, серебро, медь и все остальное. А если ему нужны облигации? То есть у вас есть облигации? Конечно. А если ему нужны фьючерсы? Облигации какие? Все еврооблигации? Еврооблигации, кооперативные облигации. Фьючерсы какие? Фьючерсы, да практически фьючерсы на валюты, товарно-серевые фьючерсы. Товарно-серевые фьючерсы напрямую на СМИ или вы также через серебрячные контракты? Нет, напрямую на СМИ. Можно торговать напрямую на СМИ. Сколько, например, стоит контракт, золото, туда-обратно? Туда 6, обратно 6. То есть 12 долларов? 12 долларов. Ну это, в принципе, где-то почти в два раза выше, чем предлагают в России здесь. Например, те же миру с фьючерсом, миру с фьючерсом это стоит 6 долларов. Я скажу, что есть места, где это можно получить еще дешевле. Да, за 2, за 3. Поэтому я и хочу, чтобы люди понимали, я не против того, чтобы люди платили и получали. Я поэтому хочу сказать, вот, например, они платят 12 долларов. Что они получают? Они получают, во-первых, счет в Датском банке. Опять же, доверие, регулирование, прозрачности. Но опять же, видишь, ты говоришь, счет в Датском банке, это получается, что счет не банковский, а брокерский. Брокерский счет в Датском банке. Но, опять же, хоть это и брокерский счет, но он в Датском банке и он соответствующему... Сохранность. Это сохранность, да. Это та же гарантия, вот те же пресловутые 100 тысяч евро. Вот, далее, это первое, что он получает. Второе, это он получает сервис. И третье, что он... Что ты подразумеваешь под сервисом? Под сервисом, это я подразумеваю русскоязычную поддержку на каждом этапе. На этапе, вот, открытия счета, на этапе торговли, на этапе возникновения технических проблем. Везде есть русскоязычные специалисты, которые отвечают... То есть у вас сидят техники, если вдруг он не понимает, как работать с платформой, он звонит по определенному телефону и там ему говорят, сделает то-то, 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 так-то, так-то, так. У тебя получится то-то, то-то, то-то. Даже более того, если он смотрит какой-то контракт, ему непонятно, что там за циферка такая, что это все означает, откуда берется комиссию. Есть специально обученные люди, которые отвечают. Есть специально обученные люди, которые все это ему растолкуют, объяснят, подскажут и, можно сказать, просветят. Вот, вот именно это я имею в виду под уровнем сервиса. Вот, ну и третье, и, наверное, может быть самое важное, то, что он получает все это в одном флаконе. Он это все получает, вот этот весь набор инструментов он получает с одного счета, получает в одной платформе, где он просто переключается между закладками. То есть, чтобы разбить то, о чем мы говорим, человек может зайти на Саксабанк, образно, с минимумом 10 тысяч долларов, торговать, по сути дела, все, что угодно в разных валютах на одной площадке. На одной площадке, с одного счета, и при этом там появляются такие интересные возможности, если, допустим, он купил какой-то бонд. Облигацию. Облигацию, допустим, если мы говорим про категорию надежности ААА, то до 95% этой облигации он может использовать в качестве коллектора. Ну, у тебя видно, что ты CFA, потому что ты все вещи. Ну, да, он может использовать в качестве обеспечения для маржинальной торговли, маржинальные продукты, по своему же счету. Да, давай поясним для народа, то есть, если действительно вы кладете иную сумму денег и покупаете, например, 10 облигаций по 1000 долларов за номинал, и получаете, например, сколько евробанды сейчас платят? 6%, 6, 6,5? Ну, да, где-то, наверное, в таком. Да, вот давайте между 5 и 6%, то есть, вы можете получить долларовую доходность порядка 6%, и еще на эти деньги же от 95% от этой суммы можете торговать, правильно? Да, да, используете ее для обеспечения маржинальной торговли. Ну, по сути дела, как бы это уже 6% гарантировано. Да, это, соответственно, отторговать можно там теми же CFD, теми же валютами, то есть, там, вариантов довольно много. То есть, я хочу в другой 12-й минутке как раз поговорить именно о тех вещах, которые вы делаете, потому что вы, насколько я знаю, делаете аналитику. Это тоже есть. Да, я как раз, у нас сейчас будет следующие 12 минут, я хочу об этом именно поговорить, потому что очень многие люди, то есть, есть три типа инвесторов, да, те, которые торгуют на свои, те, которые слушаются других, и те, которые дают там в доверительное управление. Их три, мы сейчас попробуем в следующие 12-й минутке как раз поговорить об этом. Дорогие друзья, у нас в гостях Игорь Домброван, управляющий директор компании Саксабанк. Это прямой эфир, телефон в студии 6510-996. Звоните, задавайте вопросы, сейчас будет перерыв на новости. Дорогие друзья, мы снова с вами, 6510-996, это программа Охота на Герчика, прямой эфир. Игорь Домброван, управляющий директор компании Саксабанк, вместе со мной попытается ответить на вопросы, которые вас интересуют, что это, как это, что делать. Поактивнее звоним, пишем, задаем вопросы. Как вы видите, человек в прямом эфире отвечает на любые вопросы, даже самые каверзные. Поэтому, Игорь, еще раз здравствуй, давай тогда поговорим о другой категории людей. Да. Значит, есть у нас, как вы сказали, три вида людей. Это люди, которые торгуют сами, это люди, которые отдают деньги в доверительное управление, и это те, которые торгуют по идеям. Насколько я знаю, Саксабанк именно дает такие идеи, и как раз является компанией, которая дает аналитическую поддержку, публикации новостей, стратегии, прогнозы по Форексу, по теханализу, макроэкономикой и все остальные составляющие. Есть такое. Есть у нас команда аналитиков, которые расположены в Копенгагене, и часть из них в нашем лондонском офисе. Они занимаются анализом, кто-то занимается фундаментальным, кто-то занимается техническим, кто-то анализирует рынок акций, кто-то рынок облигаций, кто-то рынок валютный, ну и так далее. Есть несколько специалистов, которые специализируются, каждый на своем сегменте, и, соответственно, они пишут статьи, они пишут свои блоги, и вплоть до того, что они дают какие-то рекомендации о том, как они видят, можно в данный момент заработать на рынке. Раньше все это было доступно только на английском языке, на нашем сайте tradingfloor.com, сейчас мы этот сайт переводим, соответственно, ru-tradingfloor.com сайт мы запустили и выкладываем, мы переводим практически все, что появляется там интересного. Да у вас же есть, в принципе, аналитики, которые даже на CNBC выступают. Обязательно. Есть аналитики, которые выступают и на CNBC, и на РБК иногда. Раз в квартал к нам приезжает один из аналитиков из нашей команды сюда, в Москву, где мы проводим семинар, где мы проводим ужин для VIP клиентов, в ходе которого он рассказывает видение рынка и всего остального. И в том числе мы проводим пресс-конференцию, и он ездит на РБК ТВ, где выступает тоже со своим прогнозом. Вот, эти вещи мы тоже делаем. Понятное дело, что мы нацелены на инвестора, который самостоятельно принимает решения и самостоятельно решает, что ему купить и продать. Но, в принципе, у нас есть решения, которые позволяют и управляющим управлять несколькими счетами одновременно, брать счета в управление. То есть, если есть управляющий, он открывает соответствующий счет с Аксабанки и потом заводит под него счета клиентов. Как автоследование. Это даже не автоследование, это такие омнибус. Как пам-счета. Пам-счета, да. По сути, это пам-счета, где он может делать какую-то сделку, потом распределять между своими клиентами и так далее. Единственное требование у нас это то, что у этого управляющего обязательно должна быть лицензия на управление капиталами. Какая? Российская? Например, единица, пятерка. Да, если мы находимся, опять же, если он находится в этой юрисдикции, это должна быть российская. Если это будет Кипр или Греция, значит, должна быть кипрская или греческая юрисдикция. Такие программы у нас тоже есть. И, в общем-то, они позволяют управляющим эффективно работать в этой среде в рамках тех продуктов, которые мы предлагаем. Но, тем не менее, если ты говоришь, что вы все равно больше поощряете, естественно, ну как поощряете, больше обращаете внимание на людей, которые сами торгуют, тем не менее вы все равно держите очень дорогой, я просто знаю, сколько стоят аналитики, тем более в Европе. Вы держите очень дорогой штат аналитиков. Ну, это как бы еще, это как бы часть нашего сервиса. Это часть того, что мы предлагаем нашим клиентам, для того, чтобы у них было какое-то мнение, мнение о рынке. То есть вы не заточены сугубо на торговлю. Если клиент приходит и его интересует аналитика, вы образно ему даете? Конечно, конечно, даем. Он получает и аналитику, он получает в том числе и торговые рекомендации. Ну, то есть это как раз часть нашего полного сервиса и того, что мы стараемся предложить нашему клиенту. Хотя, если говорить об управлении, управлении счетами, управлении капиталом, то непосредственно такую услугу мы не оказываем. Ну, и здесь скорее вопрос регулирования. Дело в том, что датское законодательство, оно очень строго относится к этим вещам. На самом-то деле такие услуги оказываются, но только резидентам Дании. Соответственно, мы просто не можем оказывать такие услуги за пределами Дании. Это именно в соответствии с датским законодательством? Да, это в соответствии с датским законодательством. Датский банк может управлять капиталами только своих граждан, резидентов Дании. Насколько вы популярны у себя на родине? Очень популярны. Мы там, по сути, номер один. Я не знаю других датских брокеров, которые были бы настолько же популярны. Есть такая компания швейцарская, Dukascopy. Это ваши конкуренты, я так понял. Да, это и есть наши конкуренты. Один из наших конкурентов. Да, но они не сильно популярны в России пока, они не такие популярны, как вы. В мере того, что они пока не двигались в эту сторону, не знаю почему. Либо не видели рынка, может, не видят здесь крупных клиентов, либо не видят крупного рынка. Но они здесь очень слабо представлены, очень. Потому что когда там люди спрашивают, я их очень хорошо знаю. У меня есть ребята, которые торгуют через Dukascopy, очень довольны. То есть на сегодняшний день, на самом деле, это один из самых крупных ECN-брокер именно на Форексе. Но это же тоже банк, по-моему, да? Это банк, швейцарский банк. Швейцарский банк. Но они в основном, они как бы брокер, они позиционируют себя, как вы. Они тоже имеют банковскую лицензию. С 98-го года они, по-моему, в бизнесе. Но они не лезут. У них есть как бы Евросоюз и филиал, они в Латвии расположены. Но я не видел, чтобы они очень сильно лезли сюда. А я догадываюсь даже почему. Позвольт. Это тоже. Но на самом-то деле они скорее боятся своего местного регулятора. Поскольку реклама такого рода услуг для швейцарского банка, она так сильно зарегулирована. Губительно. Она очень зарегулирована. Там буквально каждый шаг прописан, что они могут, что они не могут. То есть у них, по сути дела, еще жестче законодательство, чем у вас? Не то, что жестче, оно другое. И оно покрывает какие-то моменты, которые у нас не покрыты. Ну, можно сказать, что... Вот, например, смотри. Вот что есть у них, что есть у вас. У них можно пополнять счета кредитной карточкой. У нас сейчас тоже эту услугу ввели. У нас тоже можно пополнять счета кредитной карточкой. То есть человек может... Не кредитный, дебетовый. Дебетовый. Почему не кредитный? Ну, кредитный просто будет дорого. Будет дорого клиенту, потому что переводы с кредитной карты, с них списывается комиссия. Вот они, Дукаскопия Европы, они, в принципе, открывают счета от 100 долларов. Ну, это неправильно. Ну, я тоже считаю, что этим должны заниматься другие. Да. Я просто не понимаю вообще, что можно заработать, ведя такие счета. Я понимаю, в принципе, вас, как вы себя позиционируете, да, правильно, неправильно. Это судить не нам и никому другому. Дело в том, что вы не хотите образно иметь дело по-простому с мелкими счетами. Ну, на самом деле, даже если у вас есть там тысяча счетов по 100 долларов, да, тысяча, это 100 тысяч долларов. И представляешь, что такое открыть тысячу счетов? Я тебе скажу так, что, ну, ведь 100 долларов это вообще не счет. Ну, какой трейдинг может быть на 100 долларов? Да, и заработать-то вы ничего не можете даже с этого. На этом не может заработать ни банк, на этом не может заработать ни клиент. Значит, этого не стоит делать вообще. Я этого не понимаю. Это можно делать только в том случае, если стоимость открытия счета... Нулевая. ...стоимость привлечения клиента... Ноль. ...где-то близка к нулю. Близка к нулю. Тогда может быть. И, по сути, это можно делать только в том случае, если ты рассчитываешь всю эту сотню положить себя в карман. В карман. Я согласен с тобой. А вот я нашел статью. Ваш генеральный директор. Это по поводу, естественно, Кипра. На самом деле, ситуация, которая там произошла, ну, это, я считаю, что ужасная просто, ужасающая ситуация. Это, я думаю, тоже, я, кстати, с ним согласен, да, я просто еще его процитирую, чтобы не коверкать его слова. Но я с ним согласен абсолютно на все 200%. А вот Ларис Кристенсен, генеральный директор Саксабанка, сказал, можете не сомневаться, что налоги на депозиты и другие варианты конфискации средств обязательно повторятся в еврозоне. Политики не знают, как решить долговые проблемы в регионах. Они будут метаться от одних мер к другим, пока вновь не разразится кризисная ситуация. И, естественно, в первую очередь не пострадают обычные вкладчики. Те действия, которые сегодня предпринимают мировые центробанки, в дальнейшем придут серьезным последствиям, которые ударят по всем мировым валютам. Вот твое личное мнение. Мое личное мнение, я на 200% согласен, что это только начало, и я думаю, что это будет везде. То есть сейчас такая песенка была, знаешь, спели, и все ее услышали, всем понравилось. Мне кажется, что это прошло, при том без шума, по сути дела. Мое мнение здесь тоже совпадает и с твоим, и с мнением Ларса, и на самом-то деле с мнением любого, кто хоть что-то понимает в экономике и состоянии текущего кризиса. По сути, текущий кризис, его невозможно разрешить теми методами, которые мы пытаемся сейчас разрешить. Вот этими всеми вливаниями ликвидности, мерами экономии и так далее. По сути, этот вот долговой пузырь, вернее, долговой пузырь, это вот то, что связывает по рукам и ногам и кредиторов, и банки, и правительство. Что бы сейчас ни делалось, практически любая ликвидность, которая будет закачиваться, любые действия, они будут утекать через дыры вот этих вот старых долгов. Потому что дальнейшее развитие без списания старых долгов, оно невозможно. И вариантов тут как бы по сути два. Первый вариант это просто тупо списать, второй вариант это отобрать деньги у кладчиков. То, что сделал Кипр. То, что сделал Кипр. Ну, может быть, третий вариант, который, в принципе, может быть еще возможен, в чем, ну, я, в принципе, сомневаюсь. Это поддержание довольно, ну, инфляции выше среднего в течение долгого времени в надежде на то, что потихонечку реальная стоимость самих долгов, она упадет. Ну, этот путь, может быть, и был бы возможен, но я думаю, что время упущено. Ну, и плюс опыт Японии показывает, что этот путь, на самом деле, очень тяжелый. Он ведет... Да, они очень много лет шли. Да, он ведет к экономическому застою. Вот, и, по сути, экономика будет стагнировать. Так что здесь я абсолютно согласен, что эта мера необходимая, и это обязательно случится. Может быть, это случится немножко в другом виде. Может быть, вот эти вот депозиты в проблемных банках, в проблемных странах будут конвертированы в какого-то рода equity этих банков. Но, в принципе, проблемные банки должны быть либо закрыты, либо поглощены. Ну, ты видишь, что происходит на сегодняшний день. Тот же там Марфин, лайки банки, там, Cypress Nation. Они просто взяли, закрыли ворота. Самое интересное, люди не могут не дозвониться туда. Человек звонит и говорит, что будет с моим счетом. Ответ мы не знаем. Такое ощущение, что это до такой степени было давно спланировано, что на самом деле те, кому надо, они знали о проблеме. Ходят такие слухи. Ходят такие слухи, что... Потому что вдруг, знаете, одно дело как бы видно, когда человека за неожиданность накрывает. Это видно моментально. Да, я не знал. А тут элементарно просто не отвечают на телефонные звонки. То есть до такой степени все быстро свернули. Знаешь, все были готовы. То есть здесь была определенная акция, там, за определенный промежуток времени, что надо это сделать, надо всех колбасить, надо отобрать деньги, сделать такую процедуру и спокойно спрятаться. Ну, с другой стороны, есть мнение, что даже сами киприоты до последнего не знали, что их так прокинут. И что... Вот ты действительно веришь, что киприотам не дадут деньги правительству свое? В смысле, резидентам Кипра не дадут свои деньги? А почему нет? Это самое... То есть ты думаешь, как бы кидок будет сильный и кинут всех? Если мы говорим про крупные... Счета выше 100 тысяч. Про крупные счета выше 100 тысяч. Почему нет? Вполне возможно. Ну, ты тогда согласен, что это может действительно по Европе прокатиться? Сильно, бичом. Может. Обязательно прокатиться. Особенно по Южной Европе. Дорогие друзья, будьте немножко поактивнее. Вот у нас сейчас пришел вопрос, я тебе его задам в следующей 12 минутке. У нас прямой эфир 6-5-10-9-9-6. Как видите, интересный гость раскрывает всю информацию о Саксо-банке. И хорошую, и плохую. Игорь Наброван у нас в гостях, управляющий директор Саксо-банка. А после новостей мы вернемся, будем отвечать на ваши вопросы. Дорогие друзья, у нас в финале. В гостях у нас Игорь Наброван, управляющий директор Саксо-банка. Прямой эфир 6-5-10-9-9-6. Пишите, задавайте вопросы. Игорь, еще раз. Здравствуйте. Добрый день. Вот у нас вопрос. Это наш постоянный слушатель и активный участник Smart Lab. Уважаемый Александр Касаев. Саша, здравствуй. Задает вопрос. Уважаемый Игорь Александр, желаю вам здоровья и успехов во всем. Тебе, Саше, также огромного. Каков ваш глобальный взгляд по цветным промышленным металлам, в частности по меди? Просто непонятно, почему американская экономика и рынок недвижимости восстанавливаются, а промо металл и медникель в боковике с 2011 года. Ну, я бы поставил под вопрос это утверждение, что американская экономика восстанавливается. Несмотря на все, что они делают, никакого восстановления особого я не вижу. Ну, локальная есть, там где-то в Нью-Йорке хорошо. Мое личное мнение, что то, что мы видим, расчет фондовый рынок, это не значит, что восстанавливается экономика. Но, учитывая те массы ликвидности, которые они накачали и продолжают накачивать, поскольку QE3, насколько я знаю, она еще не свернута, то сейчас это две совершенно невзаимосвязанные вещи. А учитывая теперь, как они из всего этого будут выходить, в смысле сворачивания QE3 и потом рост процентной ставки от нуля вверх, эта ситуация будет как хождение по минному полю. Так что, насчет восстановления американской экономики, я, пожалуй, не соглашусь. А все остальное следствие. А все-таки твой взгляд. Я с тобой согласен по поводу восстановления экономики. Действительно, что рынок это не есть экономика, и американский рынок-то и растет как раз только на накачанных деньгах. Хотя, ты знаешь, с января месяц, я не любитель давать прогнозы, но, к сожалению, моя должность, она меня обязывает давать иногда прогнозы. И вот я с января месяца не дал ни одного прогноза вообще о шортах. Все прогнозы были по американскому рынку, только покупать. Пожалуй, знаешь, это тоже не моя работа давать прогнозы, но мне интересно просто иногда следить за развитием ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках. И я так скажу, что, может быть, можно начинать шортить или, по крайней мере, выходить из лонгов по американскому рынку, когда будут первые признаки начала свертывания QE3. А твои, именно твои взгляды, я не знаю, ты можешь просто сказать, как бы я некомпетентен, и это нормальный ответ будет. А по поводу того, что Саша задал вопрос, по поводу меди и никеля. Так ведь это, эти промышленные металлы, да, их главными употребителями до этого был кто? Был Китай? Китай, Индия. Был Китай. Ну и по сегодняшний день практически и остаются. И остаются. Рынок сбыта Китая, Соединенные Штаты. Потребление в Соединенных Штатах падает, несмотря на все, что делает экономика. Несмотря на все, что делает Федрезерв, несмотря на все финансовые и монетарные меры, потребление в Соединенных Штатах падает. Вот простая цепочка. Соответственно, для того, чтобы потребление в Соединенных Штатах начало расти, нужны какие-то действия государства по поводу оздоровления балансов хозяйств. Потому что сейчас хозяйства должно быть так много, что сколько ты им не закидай, у них все будет уходить под подушку и на выплату долгов. Соответственно, это примерно та же проблема, что в Европе. Соответственно, если вот эту ситуацию выправить, если позволить хозяйствам выправить свои балансы, если уменьшить их долговое бремя, они начнут потреблять, появится спрос. То есть ты им жду просто оздоровить экономику? Оздоровить экономику. А вот у нас пришел вопрос, я перед тем, как засчитаю, есть вопрос. Деньги, которые люди открывают счета в Саксабанках, так? Да. Физически они где хранятся? Они хранятся в Дании, либо на корсчетах. Наши корсчета, ну это Лондон, в основном это крупные банки. Потому что вот я предварительно задал свой вопрос, сейчас будет вопрос Александра. Александр задал вопрос, что будет со счетом в Саксабанке при повторении греческого сценария уже в еврозоне? Первое, Дания не входит в еврозону. В Дании до сих пор датская крона. И это был очень грамотный на самом-то деле ход. То есть мы непосредственно к проблемам еврозоны никакого отношения не имеем. То есть у вас на самом деле в Дании все хорошо? В Дании все хорошо. Положительный ВВП и нет отношения там 95% долга к ВВП, такого нет? Даже близко. Я бы сказал даже больше. Многие эксперты рассматривают скандинавские кроны как валюты убежища. Ну тяжело, потому что это та же история, как Швейцария. Да, просто всех не накормит. Всех не сможет. Низкая ликвидность. Соответственно, между прочим, сами скандинавские страны, понимая это, поддерживают отрицательную процентную ставку для того, чтобы не оказаться, как сказать, чтобы их самих не захлестнул шквал ненужной ликвидности. То есть, получается, что, ответив этому молодому человеку, Александру, мы говорим спокойно, что не нужно переживать, Дания не состоит в Евросоюзе. Ваши деньги находятся на корсчетах, либо в самой Дании, либо в Лондоне. Поэтому угрозы деньгам, которые трейдер кладет на свой счет в Саксабанке, абсолютно никаких нет. Абсолютно никаких нет. Страховые, например, подвергаются ли эти деньги, которые трейдер кладет? Конечно. Да, одно другое дело, положил 100 долларов, ну как бы потеряли, ну ничего страшного. 10 тысяч – это уже деньги. Обязательно. Да, то есть, обязательно страхование. Как любой европейский банк, естественно, мы входим в систему страхования вкладов, и до 100 тысяч евро… Застрахованные счета. Да, счета застрахованы. Даже скажу больше, когда был разгар кризиса, это был, по-моему, 2009 год, для того, чтобы каким-то образом успокоить своих платчиков, успокоить своих клиентов, Дания, насколько я знаю, единственная страна, которая такое сделала, она гарантировала все счета клиентов в полном объеме, независимо от размера депозитов. Ну вот я смотрю, сейчас открыл, Дания находится на восьмом месте по ВВП на душу населения. Цифра, как бы, колоссальнейшая, на самом деле. После Швейцарии, Норвегии, Люксембурга, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, как бы они там от Люксембурга, ну, мы не можем Люксембург говорить, но, в принципе, цифра очень мощная, притом... Притом, учти, что собственных ресурсов, ну, я имею в виду, природных ресурсов практически ничего нет. Ну, ты посмотри, допустим, в основном очень многие страны, которые ресурсов не имеют, они и имеют возможность правильно ими управлять. Имеют стимул, да. Тогда расскажи, вот, например, именно, больше я хочу, чтобы люди услышали полностью сервис. Вот если еще у нас осталось 4 минуты, я хотел бы, чтобы ты именно полностью рассказал о сервисе. Что можно, вот приходит сегодня человек, и о том, что все с одной площадки можно торговать в одной единой валюте, и, например, нажимая кнопочки, менять те или иные инструменты, это мы слышали. Что-то еще? Дальше для счетов от 100 тысяч евро появляется, как я говорил, персональный менеджер от 100 тысяч долларов. Персональный менеджер, который полностью объясняет, что происходит на рынке, объясняет все детали по каждому финансовому продукту. Ну, по сути, это такой ангел-хранитель. Это вот тоже есть. Есть еще, может быть, то, чего нет у остальных форекс-брокеров, это при счете от 500 тысяч долларов появляется возможность физической поставки. То есть, ты конвертируешься, и это реальная физическая конвертация. Ну, обычно ты же понимаешь, что это никто делать не будет. Почему? Это делают наши импортеры, наши местные компании. А то есть, по сути дела, у вас есть компании, которые, например, торгуют пшеницу, кукурузу или еще что-то, и они могут отконвертировать фьюч поставочный? Конечно, не только фьючерс, он заходит, компания открывает счет Саксо-банки, у нее, допустим, приходит валютная выручка, доллар-рубль у нас тоже можно торговать, или, допустим, им нужна конвертация между там, ну, у нас же там 166 пар. Вот, собственно, то, что ты видишь на экране, эту вот цену, ты конвертируешь. Тут цену ты получаешь. Тут цену ты получаешь и физически выводишь другую валюту. Понял. То есть, например, на сегодняшний день, на сегодняшний день возьмем предприятие, которое получает, например, выручку в валюте. Да. Им очень выгодно открыть через вас, получается, счет. Они будут экономить огромные деньги на спреде конвертации, потому что наши российские банки в этом отношении довольно дорогие. Понятно. То есть, по сути дела, человек, вернее, организация только уплатит спред. Точно так. И сколько, например, спред составляет? Спред, ну, порядка двух пипсов. Всего? Да. Ну, да, в процентном отношении это тысячные проценты. Это тысячные проценты, да. Вот, соответственно, если... И сохранность, получается, гарантируется государством. И сохранность гарантируется государством. То есть, люди заводят деньги, конвертируют, тут же выводят и потом дальше распоряжаются. То есть, человек, например, он зашел, зашло 10 миллионов долларов, он отконвертировал их в рубли. Да. И Саксабанк ему вывел... И Саксабанк ему вывел... В рублях. В рублях. Понятно. Насколько... Можно завести рубли, купить доллары. Естественно, я понимаю. Насколько дорогая процедура? Процедура перевода? Перевода. Вывода денег. Ты же понимаешь, можно, например, сделать так, всего платить два пепса, да, но когда тебя выводят, тебя возьмут, например, там, 0,2 за перевод. В Саксабанке принципиальная позиция. Ввод, вывод, открытие счета, это все бесплатно. Нет никаких больше денег. То есть, человек, например, завел 10 миллионов рублей, отконвертировал моментально их в доллары по курсу, который есть, а получается у вас курс привязан к фьючерсам рубль-доллар. Правильно? Да. Верно все? Да, да, да. То есть, ни к ЦБ, ни к чему, а именно конкретно в этот момент в фьючере, то, что сейчас произошло и все? Да. И вывел это дело, это самое, и выводят бесплатно. Проблем с открытием юридических лиц нет вообще? Или есть? Ну, они не то, что есть, просто нужно предоставить полный пакет документов. Естественно. А так, я не знаю, какие проблемы имеют. Ну, я не знаю, может, например, какие-то черные листы или еще что-то, знаешь, есть компании, которые там попадают в какие-то листы и... Это да. Да, опять же, нужно понимать, что открывается счет в датском банке, в европейском банке. То есть, будут проверять там. Дью-диллидженс на соответствующем уровне. Будут проверять все, будут проверять компания, будет проверять отчетность, будут проверять бенефициаров. И пока мы не дойдем до конечного бенефициара, мы не откроем счет. Именно поэтому мы не открываем счета по 100 долларов, по 200 долларов. Ну, понятно, потому что это берет деньги. Вопрос здесь один, просто так как вы делаете все в соответствии с законодательством, вы регулируемый орган, поэтому вы не прете против того, чтобы... Это вам будет дороже стоить, открыть счет на 100 на 200 долларов. Нам это просто невыгодно, да. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. У нас в гостях был Игорь Дамброван, управляющий директор компании «Саксабанк». Я хочу просто сказать, что все, что вы слышали, вы можете это проверить, координаты компании есть в интернете, вы можете почитать отчеты, либо сами позвонить компании, получить ту информацию, которая вам нужна, мы же с Игорем сегодня попытались откровенно рассказать о том, что есть компании, и если есть вопросы, пожалуйста, находите компанию на интернете, пишите, звоните, и вам всего доброго. Спасибо.